Итак, всем привет! Я начинаю для вас записывать новое travel beauty видео. Такое это будет travel beauty влог о моей жизни на ближайшую неделю под названием 7 дней 7 масок. Ближайшие 7 дней у меня предстоят очень и очень насыщенные, мне предстоит несколько прилетов, мне предстоит фотосессия, достаточно интенсивный режим работы, какие-то стрессовые ситуации. Все эти 7 дней я буду оставаться с вами, каждый день я буду тестировать новую маску для лица и о результатах этого тестирования буду с удовольствием вам рассказывать. Итак, сегодня первый день моей эстафеты 7 дней 7 масок. Сегодня я нахожусь в Дубровнике, это такой замечательный город в Хорватии. И сегодня я вам расскажу про вот такую вот волшебную масочку от органического бренда латвийской косметики Мадера. Маска это увлажняющая маска, данная называется Instant Moisture Radiance Hydra Mask. Она вот в такой вот розовой баночке, это малышка, полноразмерная маска, данная в объеме 60 мл. Вот как вы видите, данную маску я уже нанесла на мое лицо изначально, когда мы ее выдавливаем, она вот такого вот розовенького цвета, собственно, как и сама Туба. Я аккуратненько наношу данную маску. Вот сейчас я вам еще раз покажу. Она сначала такая вот беленькая, имеет совершенно потрясающую такую нежнейшую бархатистую текстуру. Данная маска оставляется на лице в течение 15-20 минут. Потом вы либо можете смыть остатки маски, либо оставить данную маску на вашем лице на ночь. За время воздействия данная маска прекрасно увлажнит вашу кожу, заставит ее сиять изнутри, заставит ее светиться просто изнутри. Производитель рекомендует использовать данную маску два раза в неделю. В зависимости от состояния вашей кожи, соответственно, если вы чувствуете, что кожа вашего лица пересушена, и ей необходимо дополнительное увлажнение, то вы, безусловно, можете применять данную маску значительно чаще. Маска безумно приятная по ощущениям, очень-очень мне нравится. Да, и, честно говоря, сама вот эта вот розовенькая Туба, она тоже такого, во-первых, нежнейшего цвета, и ее безумно приятно держать в руках, и безумно приятно наносить на лицо ее, с ней очень комфортно ходить. В принципе, она действительно впитывается через, вот данную маску я нанесла на лицо уже достаточно давно, через какое-то время она полностью впитывается, посмотрим, возможно, я с ней лягу спать. Итак, продолжая эстафету 7 дней 7 масок, сегодня у нас второй день, сегодня я дома, сегодня я собираюсь, потому что завтра я лечу в Москву, и сегодня я вам покажу две маски, эти две маски шли в комплекте, это также маски от марки Мадера, это вот такая вот Brightening AHA Peel Mask от марки Мадера, и это Detox Purifying Mask на основе глины. Вот на данный момент на мне сейчас вот эта вот масочка от марки Мадера, она имеет вот такую вот очень приятную белую полупрозрачную консистенцию, она наносится на 5-7 минут на ваше лицо, она прозрачная, вот, собственно, на данный момент маска у меня уже на лице есть, при нанесении вы ощущаете такое вот легкое, приятное пощипывание, и благодаря активным кислотам, входящим в состав этой масочки, все мертвые клеточки будут растворены, все поры будут очищены, собственно, я и делаю для того, чтобы мою кожу обновить, для того, чтобы мою кожу подготовить к съемке предстоящей, которая у меня запланирована на среду, поэтому сейчас я делаю такую вот двойную операцию по очищению моих пор, и по подготовке моей кожи к съемкам, это сначала кислотный пилинг, и потом это будет глиняная маска, то есть кислоты сначала откроют все мои порочки, салициловая кислота отработает и удалит из них все загрязнения и воспаления, а потом вторым этапом глиняная маска, соответственно, поры сократит, выровняет мне цвет лица и подсушит все воспаления, которые есть. Итак, пилинг-маску я уже смыла и нанесла на свою кожу вот такую вот детокс-маску, также от марки Мадера, на основе глины, вот вы видите, она уже начинает подсыхать, подсыхает она достаточно быстро, то есть вот как только данная маска высохнет, ее можно будет смывать, данная маска наносится также от 5-10 минут, ее можно наносить самостоятельно, непосредственно я ее использую в дуэте с маской, с пилинг-маской, также от марки Мадера, данная маска очень хорошо стягивает все поры, она очень хорошо обновляет цвет лица, освежает, у нее очень-очень такой вот приятный травяной запах, и вы действительно чувствуете, что делаете такую вот процедуру по уходу лечебную для вашей кожи, она подсыхает, превращается, в такую вот, это не пленка, это такая вот тонкая, такая вот немножечко песочная история, я подобные маски, как и маску для пилинга, так и вот подобную маску на глиняной основе, смывая обычно споржиками, с помощью них мне удобнее всего подобные маски удалять с моего лица. Данный дуэт от масок Мадера достаточно эффективный, хочу сразу обратить внимание, что подобные маски, как пилинг-маска от марки Мадера, маски с кислотами, безопаснее всего использовать в осенний и зимний период года, потому что в это время солнечная активность значительно снижается, и вы точно обезопасите себя от возможности получения нежелательной пигментации. Вот он, результат последовательного применения двух масок от марки Мадера, как вы видите, кожа, она вот просто сияет, она вся настолько гладкая, поры сократились. Есть, конечно, небольшое покраснение, но это, в принципе, чувствительность моей кожи, ее сенсативность, она подобным образом вообще реагирует. Но состояние, правда-правда, очень хорошее, и результат мне очень-очень нравится. Так, настоящий маньяк, даже то время, которое в самолете используют, продуктивный, и сейчас я буду делать вот такие вот, это такие вот патчи для глаза. Ребята, у нас с вами третий день челленджа 7 и 7 масок, и сегодня я использую патчи для глаза, и я в самолете. Сегодня я лечу для вас на глаз. Итак, я буду думать, что я справилась, я решила даже то время, которое я провожу в самолете, использовать активно, и сейчас я наклеила под глаза Hydra Firm Eye Gels от марки SkinNyson, мои любимые патчи, которые до того, как взять их с собой и положить в сумку, я хранила в холодильнике, соответственно, они у меня охладились, и сейчас, помимо увлажняющего эффекта, они еще так вот очень приятно охлаждают зону моих. И, собственно, благодаря данным патчам, даже после трехчасового перелета, я буду видеть такой же свежий отохнувший, как и до моего попадания в самолеты. Итак, всем привет! Я продолжаю мой челлендж 7 дней и 7 масок. Сегодня у нас с вами уже четвертый день, и сейчас вечер, сейчас я нахожусь в Москве, и завтра мне предстоит очень важное мероприятие. На завтра у меня намечена достаточно большая фотосессия и видеосъемка для моего YouTube канала и для моего Instagram аккаунта, и поэтому сегодня я, конечно, готовлю завтрашние съемки. Первое, что я сделала сегодня, я нанесла на свою кожу на несколько минут эксфолирующий гель для того, чтобы удалить все-все-все омертвевшие частички. А сейчас на всю ночь я использую две маски. На этот раз у нас с вами снова две маски. Это вот такая вот Revitalizing Mask от марки Dr. Haushka, которую я нанесла на все лицо, на зону шеи и декольте, достаточно толстым слоем, и оставляю на всю ночь работать. И второе, это вот такая вот Tulasara Wedding Mask Eye от марки Aveda, которую также можно наносить, можно и нужно наносить на зону ваших век и оставлять на ночь. То есть на данный момент, этой ночью, у меня вот эти два продукта будут на лице, я их не смываю, я удалю их утром во время моего утреннего умывания. За ночь эти два средства отлично восстановят мою кожу, напитают ее, сбалансируют, и с утра я буду свежа и юна, как просто майская роза. Итак, до завтра, завтра новый день, завтра съемка, и завтра вас ждет еще одна маска. Отлично. Итак, у меня продолжала свой челлендж 7 дней 7 масок. Кстати, у нас с вами пятый день. Сегодня мне предстоит фотосессия в профессиональной студии, и сейчас я готовлю, собственно, свое лицо к себе макияжу, поэтому я начинаю с такой вот ампулки от марки Реластил, с концентратом гиалуроновой кислоты. Я ее достаточно толстым слоем наношу на все лицо, аккуратно массирую, чтобы выровняться все все мелкие морщинки, все заполнить, чтобы дальше у нас сначала праймер, а потом финальное слово максимально ровно легли. И после нанесения данной ампулки от марки Реластил, собственно, ампулка уже пустая, все ее содержимое находится на моем личке, я сейчас буду сделать вот такую вот маску от Mark Skinizer, это Plumpting Lip Gel. Это такая вот специальная маска для... которая вот так вот немножечко необычно выглядит. Собственно, задача данной маски подготовить мои губки к последующему макияжу и нанесению помады. Яркие губы мы сегодня точно будем делать, потому что у нас съемка, собственно, применение. Мы снимаем верхний слой, мы берем саму белевую масочку и вот так вот, очень аккуратно. Ну, клин, ну... Угу. Итак, всем привет! Я продолжаю свой бьюти-челлендж 7 дней 7 масок. Сегодня у нас с вами шестой день. И так, как вы видите, я такой вот немножечко тигренок-не-тигренок, но на данный момент я использую принцип мультимаскинга. На моем лице две маски, обе масочки. Это масочки от марки Glam Glow, вот эта вот серебряная я... Это, собственно, вот фиолетовая масочка Glam Glow. Это Gravity Mood Firm Treatment. Данную масочку я искала давно и очень-очень хотела ее попробовать. Собственно, когда вы наносите данную маску на лицо, она высыхает такой почти пленочкой, и вы, в принципе, чувствуете себя инопланетально, потому что вот эта вот серебряная маска, высохшая, очень-очень круто смотрится на лице и по ощущениям тоже прикольная. А вот эта вот оранжевая, которая называется Flashwood Brightening Treatment, как я уже сказала, эксплирует, она выравнивает тон лица. Я ее нанесла на Т-зону. Она такая вот белая, кремовая такой консистенции, содержит мелкие абразивные частички. Она очень-очень неплохо эксплирует и выравнивает цвет лица. И еще она обладает очень-очень приятным запахом, таким немножко цитрусовым, очень классным, свежим. И по утрам, когда вы наносите данную масочку на лицо, то прям вот такой вот заряд бодрости вы получаете и испытываете. Сегодня я еду в гости в российскую штаб-квартиру марки Доктор Хаушка. Сегодня мы будем снимать для вас новые видео. Мы приготовили для вас очень-очень много сюрпризов. И, собственно, вот я готовлю свою кожу к этой поездке, к съемке нового видео. И впереди еще будет очень-очень много интересного. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, если не подписались, следите за моими обновлениями и продолжаем наш влог. Итак, вот я и смыла обе масочки. Кстати, смываю я подобные масочки с помощью вот таких вот спонжиков. С ними очень удобно за несколько секунд смыть масочки. Обе масочки следует выдерживать на коже лица не меньше 20 минут. Та, которая грабит и мут маской. Ее можно выдерживать до 30 минут. Смываются они достаточно легко. О, серебряная маска смывается несколько хуже, чем та, которая в оранжевом тюбике. Итак, вот оно, мое лицо, моя кожа после применения этих двух масок. Вы знаете, по ощущениям, кожа действительно стала более упругая. На лбу у меня сократились все поры. Выравнился рельеф на лбу, на зоне носика и на зоне подбородка, где я наносила brightening маск. И по ощущениям действительно кожа выглядит значительно лучше. Тон выровнялся. Кожа в тех зонах, где я наносила маску для упругости, она более подтянутая и более упругая. Я побежала собираться. Мне еще нужно для вас выложить утренний интересный пост в инстаграм. А вам доброго утра, хорошего дня и увидимся еще раз, потому что у нас с вами впереди еще одна маска. Итак, всем привет! Я заканчиваю мой челлендж 7 дней и 7 масок. Итак, у нас с вами сегодня седьмой день. Сейчас раннее утро, Москва. Я сейчас собираюсь в аэропорт. Сегодня я лечу домой наконец-то. И сегодня на моем лице уже сейчас седьмая масочка. Это супровлажняющая масочка от марки La Roche Pousse. Вот они, это два саше, которые вот так вот креплены между собой, собственно, данной маски хватает на два применения каждой части. Маска с интенсивной гиалуроновой кислотой. Маска очень классная. Вот вы видите, она такая вот нежно-голубого цвета. Она носится на все лицо, оставляется на 5-10 минут. За это время она очень классно увлажняет кожу. В принципе, данную маску я, как правило, использую в своих поездках, как такое некое супер-сосредство для того, чтобы мне восстановить свою кожу, увлажнить, спасти ее после какого-то пересушивания. У меня, как правило, я данную маску очень активно использую в зимний период времени, когда ветер, когда кондиционеры, когда я понимаю, что моя комбинированная кожа становится очень сухой. И в такие моменты вот этот вот Hydro Fast Intense маск от марки La Roche Pousse меня очень-очень спасает. Пока масочка на моем лице, не могу не снять вам совершенно потрясающую плитку в ванной. Я каждый раз получаю колоссально давать статус этой красоты. Очень красиво, согласитесь. Так, все, моя маска смыта. Я также смывала маску с помощью вот таких вот спонжиков и воды. Моя кожа увлажнена и подготовлена к прилету. Я сейчас еще нанесу тоник, нанесу сыворотку с гиалуроновой кислотой, чтобы еще больше увлажнить и защитить мою кожу перед предстоящим мне самолетом. Спасибо большое, что оставались со мной. Спасибо большое, что смотрели данное видео. Я надеюсь, что данный челлендж был для вас полезен. Итак, до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока. А я полетела домой.